Как проводятся выборы в нашей стране, какие бюллетени и почему считаются недействительными? Старшеклассники городской школы, студенты учебных заведений округа проверили свои знания в области избирательного права. Минувшую субботу на базе социально-гуманитарного колледжа для них впервые провели квесты групп под названием «Маршрут избирателя». За испытаниями наблюдала наша съемочная группа. Губернатор-депутат, настоящий кандидат. Референдум мы проводим. Референдум мы проводим. Бюллетень мы заполняем и сразу в урну мы кидаем. Голосуем, наблюдаем, конституцию читаем. Для того, чтобы выполнить задание квеста, требуется сообразительность, творческие способности и, конечно, хорошая теоретическая подготовка. Для тех ребят, которые увлекаются избирательным законодательством, общество знанием, то для них это достаточно просто. Те, кто этому не уделяет внимания, то есть ошибки. Все задания квеста распределены по девяти станциям. Проходить испытания нужно быстро и без ошибок. В какой день проходят плановые выборы любого уровня? Сентября. Второе воскресенье сентября. Молодцы. А это как раз тот случай, когда знание теории помогает на практике. За считанные секунды определить, какой бюллетень считается действительным, под силу только настоящим профессионалам. В этом году квест проводится впервые, но организаторы отметили хорошую теоретическую подготовку участников. Поэтому мы даже с удивлением, с ответственными на станциях смотрели, как быстро они справляются. То есть у них очень хороший, прочный такой запас знаний. Это вот благодаря учителям, их преподавателям. Ну а то, что они сегодня подчеркнут, я надеюсь, конечно, им пригодится. Может быть, кто-то из них будет работать у нас на избирательном участке, может быть, кто-то пойдет кандидатам в главы, в мэры, в депутаты. В сегодняшнем квесте принимали участие пять команд. Быстрее всех испытания прошли участницы команды четвертой школы. Они же набрали наибольшее количество баллов. У нас просто наша учительница, Естинкова Елена Николаевна, она нас готовит очень хорошо. И благодаря ей, мне кажется, вот так получилось. Мы на все отвечали очень быстро и все удивлялись, почему мы так быстро. Потому что все стены очень долго думали. И у нас есть где-то максимум баллов. Но не везде, кроме стихотворения. Награждение команды победителя состоится в этот четверг, 7 декабря. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.